Критику можно отрубить раз и навсегда. Я еще раз напоминаю, в таком ключе мы общаться с тобой не будем. Нужно дистанцироваться. Вы не обязаны бросать свою работу ради болеющего родителя, отстаивания своих границ. Какими они были, такими и они и останутся. Вы уже выросли, вы самостоятельны. Не к каждому человеку с годами приходит мудрость. Вы можете получить от меня бесплатную 30-минутную консультацию на сайте. Ссылочку я оставлю под этим видео. Всем привет, дорогие друзья! И сегодняшняя тема нашего видео – как общаться с критикующими родителями. Для начала давайте с вами разберем те причины, почему же все-таки родители продолжают вмешиваться в вашу личную жизнь. И самое основное, к сожалению, то, что они не нашли себе применения в жизни. Возможно, они даже воспитали вас, вложили свои силы, свои знания, свои умения. И после этого, как вы вышли из родительского дома, родители ушли на пенсию и уже чувствуют себя ненужными, невостребованными. Именно по этой причине они постоянно стараются поучать вас. И в конце видео вы узнаете, как же сделать так, чтобы родители перестали лезть в вашу жизнь. Начнем с основного. Почему же все-таки родители пытаются лезть в вашу жизнь с советами, с нравоучениями? Почему они не оставят вас в покое? Вероятно, одна из главных причин – их собственная невостребованность, ненужность. Они уже давно вырастили вас, возможно, принимали участие в воспитании внуков. И вот теперь настал тот период, когда они чувствуют себя брошенными, одинокими и совершенно ненужными. И по старой привычке продолжают поучать вас. Хотя вы уже в этих советах и нравоучениях давным-давно не нуждаетесь. Так как ваши взрослые родители не могут найти себе применение, вы можете им чем-то помочь. Ну, направите их, допустим, на какой-то кулинарный сайт, если ваша мама любит готовить. Пускай себе вникает в новые рецепты и пробует приготовить. И вы, в свою очередь, будете точно знать, что она занята и чем-то увлечена. Если ваш престарелый отец увлечен садоводством, найдите ему что-то интересное, где он может проявить себя. Тоже какие-то ресурсы, которые будут ему подсказкой о том, как же лучше вырастить огурцы в теплице. Или чем же опрыскать сад. И в этот момент, когда вы приезжаете, хвалите его. Просто хвалите, как маленького ребенка. Молодец, ты сделал это. Именно поэтому сейчас у нас столько яблок в саду. Представьте себе, что перед вами уже не взрослые родители, а именно маленькие дети, которые нуждаются в вашей любви, в заботе и в вашем одобрении. И, конечно же, в вашем участии. Еще одна привычка лезть в вашу жизнь сохранилась, скорее всего, с вашего детства, когда родители пытались защитить вас и тем самым контролировать всю вашу жизнь. Вы уже выросли и не нуждаетесь в этом контроле, а родитель по привычке старается вас контролировать. Ты уже приехал с работы. Почему не позвонил? Что ты покушал? Ты принял лекарство? То есть вот эта вот навязчивая позиция контролирующего родителя будет продолжаться до тех пор, когда вы не поставите свои собственные границы. Что нужно сделать? Все оказывается очень просто. Нужно просто набраться смелости и сказать, дорогая мама или дорогой мой папа, я уже выросла, я уже взрослая девочка или взрослый мальчик, и мне не требуется твоя помощь и контроль. Если ты будешь произносить эти фразы, как ты там, ну-ка, сделала ли ты это, я с тобой разговаривать просто не стану. Просто сказать нет, поставить вот эту стену, сказать нет, в таком ключе я общаться с тобой не собираюсь и не буду. То есть вы даете понять, что вы уже взрослый человек, и вы можете сами выстраивать свои границы. И сами контролировать, в каком тоне вы будете продолжать беседу, а в каком уже нет. На какие темы вы будете говорить, а на какие категорически нет. И таким образом, рано или поздно, ваш родитель все-таки поймет, что вы отстаиваете собственные границы, вы приняли решение, и вы обозначили те рамки, за которые вы ходить не будете, никого туда не будете впускать. Вы обозначили темы, на которые вы хотите общаться, а на какие вы категорически не хотите общаться. И если даже это не помогает, что нужно сделать? И в принципе то, что сделала я. Нужно дистанцироваться. На какое-то время сказать, ну раз ты не понимаешь моих просьб, ты все равно настаиваешь в разговоре на те темы, которые для меня лично неприемлемы, тогда в свою очередь я прекращаю с тобой общение, потому что мне это элементарно неприятно. Я запрещаю тебе обсуждать моего мужа, обсуждать моего отца, командовать мной, ну и так далее. Полный ваш список, который неприемлем для вас. И самое главное сделать это твердо, спокойно, безэмоционально и очень убедительно. Должна вам сказать, что не все родители смогут придерживаться этого списка. И к большому моему сожалению, исходя из моей практики, не к каждому человеку с годами приходит мудрость. К сожалению, есть люди, которые остаются по жизни глупыми, недалекими, интеллектуально неразвитыми, безнравственными. То есть перед такими родителями, хоть ты ставь условия, хоть нет, они будут вести себя так, как вели себя раньше. Поэтому вы можете ограничивать общение по вашему усмотрению. Если тот стиль общения, который вы сейчас предпочли, уловил ваш родитель, поддержал и начал общаться с вами по-новому, для всех это приемлемо, вы это продолжаете и всячески показываете, что в таком легком позитивном ключе мне с тобой общаться приятно, и я буду с тобой продолжать общаться. Если родитель продолжает кричать и постоянно навязывает вам свою точку зрения, вы можете просто прекратить общение, сказать, я еще раз напоминаю, в таком ключе мы общаться с тобой не будем. Если вы постоянно обижаетесь на своих родителей за их стиль общения с вами, это говорит о том, что вы постоянно сравниваете своего родителя с другими, более положительными, более убедительными, либо более успешными родителями ваших знакомых. Ну, что тут можно сделать? Просто перестать сравнивать. Вот какая была ваша мама, такой она и останется. Каким был ваш отец, либо отчим, такой он и останется. Они никак не поменяются. Но вы уже выросли, вы самостоятельны, вы, а тем более, если вы финансово независимы от них, вы можете диктовать им свои условия и мягко намекать на то, что вы не будете нарушать выстроенные вами границы. Когда вы перестанете сравнивать своих родителей с родителями других людей, вы поймете, наконец, что какими они были, такими и они и останутся. Если ваша мама не принимала вашего мужа, вы хоть что сделаете, если она уже приняла это решение, ее не разубедить. Вот какое было у нее мнение, такое и оно и останется. Просто вам нужно поменять к этому отношения. Поменять точку зрения родителей невозможно. Можно только поменять свое отношение к этому. Конечно же, как и все психологи, я скажу вам, благодарите своих родителей за то, что дали вам жизнь, за то, что воспитали вас, за то, что кормили вас и лечили вас, когда вы были маленькие. Но вы уже выросли. В какой-то момент вы даже поменяетесь с ними ролями. Когда они будут совсем-совсем старенькие, больные, немощные, вы будете ухаживать за ними. И уже вы станете по отношению к ним родителем, а не ребенком. Но то время, когда вы еще общаетесь на равных, а родитель продолжает нарушать ваши границы, это говорит лишь о том, что вы это допустили. Вы почему-то еще чувствуете себя ребенком по отношению к родителям. Либо ваши родители были сверхвластные, сверхтребовательные и запугали вас до такой степени, что уже будучи взрослыми тетями и дядями, вы продолжаете их почему-то бояться. Тогда этот вопрос к вам. Почему я это допускаю? Почему я это выбираю? Значит, я не смогла договориться. Значит, мне нужно это сделать сейчас. Что вы не обязаны делать? Самое главное, вы не обязаны бросать свою работу ради болеющего родителя. Да, в старости либо в болезни вы обязаны помочь своим родителям по тем силам и по тем финансам, которыми вы располагаете. Ну, допустим, ваш отец болеет, лежит, вы работаете в другом городе, либо у вас большая семья, свои какие-то есть задачи, какие-то дела. Вы можете просто нанять ему сиделку, пригласить медсестру, окружить его заботой и вниманием. Но постоянно находиться 24 на 7 вы не обязаны. Поймите, естественно, родитель, как уже впадающий в детство, он будет постоянно тянуть вас, обвинять, вызывать чувство вины. «Ах, ты такая, почему ты не сидишь рядом?» Ну, это ваша жизнь, и она не заканчивается болезнью вашего престарелого родителя. У вас есть и другие дела. Все, что вы можете, вы организуете. Самое главное открытие, которое я хочу вам сказать. Чтобы быть счастливыми, вам нужно стать эгоистами. Прежде всего, думать о самом себе или о самой себе. Себя поставить на первое место. Думайте о себе в первую очередь и не дайте никому нарушать ваши границы. Быть эгоистичным, это значит заботиться о себе. Быть счастливым, это значит выстроить свои собственные границы. Общение должно происходить на ваших условиях. Мы не говорим о том факте, если вам 18, 22, 27, 28, 32, и вы продолжаете жить с родителями, кушать из их холодильника, жить в их квартире, это не говорит о вашей сепарации. Мы говорим про тех детей, которые уже выросли, создали свои собственные семьи, переехали в свои собственные дома, квартиры, либо сняли жилье, у которых уже есть своя семья. Именно те дети уже считаются взрослыми и материально и морально независимыми от родителей. Критикующие родители будут критиковать вас до тех пор, пока вы это им позволяете. Критику можно отрубить раз и навсегда. Сказать, я устала от твоей критики, мне не нужна твоя критика, мне нужна твоя похвала, я нуждаюсь в твоем одобрении, и я буду слушать только позитивные высказывания в мой адрес. От критиков хочется сбежать куда подальше, от негативщиков тоже. Мы все очень устали жить в напряжении и в стрессе, мы все хотим одобрения в свой адрес, мы все ждем любви и оценки, нам всем хочется, чтобы нас по достоинству оценили. Именно такого отношения мы ждем не только от своих родителей, но от своих родных и близких на работе и в том обществе, в котором мы бываем. отстаивание своих границ, декларирование своих способов общения, опять же дистанцирование это те все методы, которые работают по отношению с критикующими родителями. Проверено лично вашим психологом Эльвирой Емельянчиковой. И что бы не происходило у вас в отношении с родителями, имейте ввиду везде есть свои положительные моменты. Вы можете выбраться из любой ситуации, какой бы критичной она вам не казалась. Если вдруг вас посетила осенняя хандра либо депрессия, видео на эту тему вы можете посмотреть здесь. Спасибо, что смотрели мой канал. Подписывайтесь, ведь впереди вас ждут самые интересные и самые нужные и полезные вам видео. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч!